Савенко Сергей Николаевич, сотрудник Пятигорского краеведческого музея, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Мы сейчас находимся на территории небольшого кусочка оставшегося исторического памятника Кисловодска. Это Старослободское кладбище. Это еще, можно сказать, является счастьем, что хотя бы этот уголок сохранился, потому что в течение длительного времени, уже особенно активно в последние десятилетия, вся территория исторически этого памятного, очень важного места для истории города Кисловодска, да и не только города Кисловодска, а региона Кавказских минеральных, вот и более широкого пространства. Она постоянно разрушается и теперь активно застраивается. Об этом уже было много материалов, и я, конечно, повторяться не буду, не буду называть хронологию все эти события. Я скажу о том, что в настоящее время, вот сейчас происходит в настоящее время. Уже даже в этом году инициативная группа несколько раз выходила на этот участок с тем, чтобы привести его в порядок. Людей немного, сил у них также немного, поэтому лидеры этой группы обращались к городским властям в связи с тем, что с декабря прошлого года вот этот хотя бы участок, но он не имеет границ, и мы предполагаем, что все бывшее кладбище было признано памятником, но выявленным объектом историко-культурного значения. И, конечно, у нас было много надежд на то, что это взбудоражит, по крайней мере, деятельность нашей администрации, соответствующих структур, чтобы они хотя бы вот этот участок привели в порядок соответствующий. Причем об этом говорилось уже неоднократно. И в том же декабре месяце на встрече с представителями представителями Общественной палаты Российской Федерации, здесь в Кисловодске, говорили о том, что ну хотя бы минимальный, в общем-то, комплекс мероприятий нужно провести для того, чтобы это вот полностью память не была стерта. Это вот основное, о чем я хотел сказать. Почему? Потому что именно вот эти действия, они разрушительно действуют, оказывают воздействие на историческую память. Сегодня это как никогда актуально. Когда мы сегодня говорим о том, что идет у нас военная операция на Украине, и сталкиваемся с тем, что за каких-то там не более 20-25 лет смогли изменить сознание, прежде всего, молодежи на Украине, изменить и вытравить у них многие элементы исторической памяти. И мы не задумываемся над тем, что вот такие факты происходят и здесь. В данном случае у нас, в Кисловодске, вот один из примеров, это не единственный далеко пример, но вот этот просто вопиющий пример того, как вытравляется память, причем сознательно. Когда есть документы самые разнообразные, их не признают, говорят о том, что никакого кладбища на этом месте не было, хотя вот и мы сейчас стоим среди могил, к сожалению, разрушенных и надгробия снесены. Но могилы-то тут еще есть, и они были на всем пространстве этого кладбища. А сегодня на огромном котловане уничтожена большая часть этого исторического достопримечательного места уже сейчас. И стройка, которая ведется, теперь как будто бы ведется вне пределах этой территории. Вот это и есть поэтапная, постепенная борьба с исторической памятью. Дело в том, что войны бывают с оружием, а бывают информационные. И об этом мы тоже сейчас очень хорошо понимаем, когда идет откровенная информационная война в тех событиях, в которых сегодня приходится участвовать в России. И здесь это фактически война. Она скрытая, но такая же война, когда люди просто сознательно либо пытаются не понять, не осмыслить этого всего, либо просто сознательно искажают события исторические, которые имели место быть в Кисловодске. И второе, это сначала разрушить, а потом сказать, что на этом месте ничего не было. И вот это таким образом, вот такими зловещими ступенями идет потом надежда на что? Вот мы сейчас уже люди пожилые, мы спокойно либо успокоимся, либо вообще уйдем из этой жизни, а молодежь этого знать не будет. Вот на этот все расчет, на этот расчет и делается. На то, чтобы вот таким образом добиться этой просто разрушительной, варварской цели борьбы с историей. Я в свое время работал в структуре городского управления Кисловодска, был депутатом, даже возглавлял всю группу депутатов первого еще тогда демократического созыва с 96 по 2001 год. Тогда вообще никаких средств не было у города. Абсолютно находились в критическом состоянии все органы управления. Сложно было какие-то решать вопросы. И все-таки нам удалось, например, разрушенный крест на горе Крестовой восстановить и установить там памятник, который уже стоит 25 лет. Были и другие какие-то инициативы в условиях полного безденежья, когда мы пытались что-то сделать для вот этого восстановления исторической памяти. А сейчас есть все возможности. Выделяются средства. Собирается курортный сбор. Специально собирается для того, чтобы приводить зоны отдыха, зоны благоустройства, достопримечательные места в соответствующее состояние. А этого, к сожалению, не происходит. И в этом мы, в общем-то, по этому поводу мы очень-очень переживаем. И поэтому стараемся что-то предпринимать. Ни в коем случае не откажемся от того, что это место должно быть все-таки сохранено. Оно должно быть благоустроено. И оно должно служить нашей исторической памяти. Как для нашего поколения, так и для наших детей и уже внуков также. Это исключительно важная задача. Спасибо, Сергей Николаевич. Я хотел что-то дополнить. Я сейчас сделаю отдельное видео. Отдельное видео о состоянии этого кладбища, объекта культурного наследия. Я пройду с этого места. Вот мы где-то в центре кладбища стоим. И вот этот весь бардак, который здесь, они за 10 месяцев не пытались даже наводить порядок. Вы сейчас увидите здесь и бутылки, и мусор, и вот это листва, и поваленные деревья. А самое главное, кощунство. Смотрите на нашем канале. Мы регулярно освещаем. Вот перед нами находится стройка незаконная. Это отдельный разговор. Вот эту гору Солдатскую они уничтожили. И здесь было это кладбище. Вот остатки этого кладбища мы сейчас на нем находимся. И чтобы здесь сделать скверик хотя бы, поставить крест какой-то, общий памятник поставить. Здесь захоронено, по моим данным, что 15 генералов, 15 полковников, да? Тоже великие были полководцы, похороненные здесь. Даже я читал в интернете, что, возможно, даже здесь и Ярошенко похоронен. Насколько так вот я читаю информацию? Может быть, и здесь могила? Это был просто учтен в качестве тех людей, которые были захоронены на кладбищах. А тогда было только это кладбище и участок перед Верховым ограде Свято-Никольского собора. И это совместно было записано. То есть там разделения не было. Но вопрос не в этом. Даже если тут погреблены были бы не офицеры только, а простые солдаты, которые в первую очередь выполняли вот эту функцию важную защиты города, обеспечения отдыха, обеспечения развития этого курорта. Да, это основание города было. И вот такое к нашим предкам, вот такое отношение, которое сейчас я вам покажу. Отдельным видео мы будем сейчас спускаться, я вам все покажу. Какое отношение властей к Кисловодске. И дополнить хочу, это не маловажный этот момент, а отношение к могилам. Ведь мемориальный комплекс Нацандера, я уже делал ролик, показал, там плиты эти упали, значит, над гроби, не видно на этих мемориальных досках, вне фамилии, они грязные все. Там надо делать капитальный ремонт давно уже. Ну, как мне дали ответ, что якобы ждут финансирования. Ну, так нельзя относиться к могилам. Вот, поэтому мы сегодня собрались здесь вот. И сейчас я вам все покажу основательно, какое отношение у нас к объектам культурного наследия. Вот здесь один памятник вот остался, вот он стоит. И вот на этом месте надо поставить, конечно, казаки хотят поставить крест. Вот, естественно, облагородить надо. Тут несколько, еще есть надгробия, вот они есть, они вот вверху, выше есть. Ну, где-то порядка пяти надгробия сохранилось тут. Но самое главное, что могилы под нами. Их так относиться нельзя. Поэтому мы обращаем внимание и губернатора края, чтобы обратили внимание на этот участок. До новых встреч!